Значит, я внуку, когда он родился, купила, ну, эту маленькую подушечку, родился курчонок, просто курчонок, вот такой сморщенный, смотреть не ношу. Он спит прямо с рождения, с двух недель, на этой подушечке. Значит, сейчас он, 4 месяца ему, он весит 8300, 67 сантиметров рост. Мало того, он уже, ну, разговаривает на своем, правда, языке со всеми, улыбается. Его, когда приносят в больницу, 9 месяцев. 9 месяцев врачи даже не... Он о чем не орет, да? Нет, он у нас, ну, он такой мальчик, сбитый, хороший, уже всех 4 месяца он не то, что там узнает всех. Он вот как 6-месячный ребенок, вот игрушками играет, там, рассматривает простыни, очень любит носочки свои рассматривать. И прям так, как новые копия, он прям рассматривает. Это как раз тоже этап развития, ноги должны в рот. Это вообще врачи вот его проверяли, говорят, а чем мы его кормим-то? Она говорит, молоком с вами. Она никому не говорит, что он спит на подушке. Ну, еще такое. Дома подушка мягкая. Клюка вынесли на улицу, ну, они уж посмотрят, там, у тю-тю, пусть, и все. Приносят подушка твердая. С улицы, вот так. То есть они тоже в колясочку кладут подушку, да? Она теперь эту подушку, то она не хотела, теперь она без нее никуда не... Вы тебе скажете, как уговорили-то? Как уговорили? Как уговорили, приехала. Они с сыном там ругались, ругались. В общем, там целая история, не буду рассказывать. Смотрю, он вот такой вот лежит и орет день и ночь. Орет. Она уже не знает, что с ним делать, хотя он у нее второй. Она на него смотрит, глаза вот такие, он вот такой вот. Я как глянула, у меня кровью сердце, у меня не было подушки. Я везла подруги на Украину стельки. Я эти, значит, стельки, говорю, одну сюда ему, одну на животик. Не, на попу. Попа была красная, памперсом. И он затихал. Она так впечатлилась и рот раскрыла. Я заебучим пример. Вот, да. Потом они с сыном опять поругались, там, чуть не выгнал он ее, он ее взял с ребенком. У нее гиперактивный ночью один ребенок. И я, ну, на почве этого выслала старшему подушку голубую. Мальчик стал нормальным, спокойным, нормальным. И потом через месяц, ой, ну, этот на стельках, спит прямо с двух недель. Потом я выслала уже подушку. Вот так я ее уговорила. А поначалу не надо, только на натуральном будет спать. И вообще не надо. А теперь эти стельки перешли ее маме. У мамы там четыре коровы, ну, в хозяйство фермерское. Ноги болят. Теперь эти стельки у мамы. Теперь она мне каждый раз спасибо, спасибо, спасибо. Вот так уговорила. А сама хочу рассказать за себя историю. Конечно, я сплю, это надо только... Сейчас, секунду. Доброе утро.